МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А я ему говорю, помогай вытаскивать, что ты смотришь? А там кабушин, ну, четыре кило. У меня лудилище уже... Макаров! Вообще, на водопое обычно змеи людей не трогают. Смотри, неженка какая. Ты дела нормальные, оформляй, никто тебя трогать не будет. Просто людинка, я так вижу, я художник. Это будет когда-нибудь эталоном оформления, ну, когда я умру. А может, тебя прямо сейчас увековечить? Что-то такая агрессивная с утра, я не понимаю. Кругов по глазам нет, значит, все в порядке, выспалась. Туфли он. Ну, туфли старые, значит, не жмут. А, ну здесь одно из двух. Либо что-то съело не то, или недостаток сексуальной жизни. Ну, так как ты утром не ешь, ответ очевиден, да? Ты идиот? Да ладно, попал, что ли? Значит так, если к вечеру дело не будет оформлен должным образом, туда, товарищ майор. Вы попали. Сииская! Твои каракули? Да, а что? Выбирай казнь. Конями разорвать или гильотина? Я же вроде все там сделала. Или не все? О, феноменально! Так, сегодня один человек в качестве гуманитарной помощи к синистской. И еще нужно два человека в группу быстрого реагирования, служебный транспорт прилагается. Что ты хочешь? Павел Сергеевич, можно в группу реагирования? Можно. Чем дальше ты от отделения, тем мне спокойнее. Держи. А, извините, рефлекс. Просто у меня сын все время телефон роняет. На. Он дела бы тебя научил рефлекторно раскрывать. Во было бы. Так, хорошо, значит, Верба, Попова, район, Синистская, Туркина, бумажки. А что я опять за синистской должна все переделывать? Может, я тоже в группу быстрого реагирования хочу, а? Пусть, пустя, тетечки мои. А я, может, мороженого хочу. Хотя, реально, хочу мороженого. Пойду куплю. В двух словах. У меня есть одна приятельница. Она на сайте знакомства вот на этого афериста нарвалась. Да вы что, на сайте знакомств на афериста нарвалась? А тут же самые крепкие браки. Слушай, не начинай. Женщина деловая, бизнесвумен. Вот, времени на личную жизнь нет. Ну, сама понимаешь. Вот, спасибо-то. Ну, Лон, тебе не обижайся. Короче, этот урод охмурил ее и уговорил оформить кредит на себя. Ну, на этом, как понимаешь, любовь закончилась. Вряд ли мне сейчас скажете, запомни эту поучительную историю. Никогда так не делай, свободно. Ну, конечно, нет, Оля. Я хочу, чтобы ты вычислила этого Альфонса. А там уж мы придумаем, что ему оторвать, чтобы деньги вернул. А, Виталий Леонидович, а давайте этим делом Макаров займется. Ну, там все, как он любит. Поймал, оторвал, выкинул. Олечка, в том-то и дело, что мне не гвоздодер, а пинцет нужен. Дело деликатное. Ну, к тому же тебе легче на сайте знакомств зарегистрироваться. Ну. Это приказ? Приказ, приказ. Я тебя как друг попросил, а ты. Буду приказы позову. Иди. Ссылку на сайт кидайте. Уже. У тебя на почте. Спасибо. У полицейских так всегда. После шумных погоней перестрелов наступает бумажная затишье. С мозгами у тебя затишье. Ты, блин, ты сториз запорола. А ты сходи к Соломатину, пожалуйста, на меня. Заодно вот документики подпишешь. Сама иди. Хорошо. Схожу. Заодно посоветуй мне посмотреть твой сториз. Туркин. Такая неприятная, как породавка. Вот это аппарат. В-образный 12-цилиндровый двигатель. 350 лошадиных сил. Это круто, да? Ну, это если бы ты родила не Виталика, а Брэда Питта. У которого состояние било Гейтса. Ну, а про эту машину что скажешь? Это Виталик. Очень смешно. Блин, еще и коробка механика. Я думал, автомат будет. Ну и что? Да вчера на тренировке один придурок об руку ударился. А что ты Макарову руку не показала? Пойдем поменяешься с Аней или Катей? А, да сейчас. В какой-то век из этого бумажного болота вынырнула. Ты что, меня туда опять затащить хочешь? Нет. Ты сегодня кучер. Отпускай сцепление. Пидаль, посередине. Тормоз. Сама тормоз. Да пидаль, посередине тормоза. Отцепление слева. Иди-ка ты в бан. Ты знаешь, сколько это белье стоит, разорватель Мамкин? Надеюсь, и адекватная водится. Семья Пахомова. Рано похвалила. А, вот она ты. А планы у меня, дружечка, такие. Тебя посадить. Секундочку. Да, заходите. А, синистка. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуй, здравствуй. Так, что вам у тебя, документы? Давай подпишем. Кожу увлажняете? Да. И, между прочим, я не стесняюсь того, что хочу выглядеть хорошо. Ну, наоборот, круто же. Вы молодец, современный мужчина. Только огурцы, это прошлый век. Вы что-нибудь слышали про нано-маску? Нано-маску? Это что, как у железного человека, что ли? Нет, японский крем с нано-частицами, новейшей технологией. Если хотите, обращайтесь к меня, подруга, таким занимающаяся. Ну, что знаешь, если хотите, у меня вечером селектор с главком, а лицо, как у шарпея. Дуй к своей подруге за этим чудо-зельем. Бегом. Ну, я, конечно, могу. Ну, Макарова... Так, спокойно. Макарова я беру на себя, чтобы через час была здесь. Ясно распоряжение высшего руководства? Так точно, товарищ полковник. Кругом шагом марш! Приехали! До вечера тут откисаем, глуши! Саша, а ничего, что лужи вокруг, а мы на чистой машине вернемся? Блин, точняк. Засада. Что-то я понимаю. Аэрография. Блин, да видно, что мы на ней никуда не ездили. Машина грязная, но бензина-то не убавилась. А может, нам в баке дырочку проковырять? На лове у себя дырочку проковыряй. Фу ты! Нифига себе! Они что, 95-й льют? Ты прям бензиновый сомелье. Саш! Саш, а что за штучка тут мигает? Твою мать! Это GPS-метка. Сейчас все РВД видит, как мы тут с тобой стоим и деревьям улыбаемся. Саша, я придумала. Давай мы эту штучку на какую-нибудь дворнягу повесим. Пусть она по району бегает. Это типа мы ездим. А дальше этот клоун заявляется ко мне со своим адвокатом. Адвокат у него есть. Говорит, что все показания выбиты под давлением. Слышь, под давлением, Данилочка. Давление это плохо. В шкафчике аптечка есть, посмотри там все что-нибудь. Что ты там делаешь? Ну ты гусь, а? Я, значит, ему душу сливаю, а он на баб... Пелик. А это как считается? Купальник есть или нет? Вот. Я для себя решил, что нет. Данилыч, а если супруга узнает, у вас дома не только кот кастрированный будет. Угу. Я что, дурак, что ли? И потом она не узнает, потому что это не я. Да? Да. А вот. Некий Георгий Алхазов. Бизнесмен из Воронежа. Бизнесмен, да, посмотри. Что у тебя тут? Увлечения есть. Сёрфинг. И дайвинг. Да ты вот дал ас. Данилыч, подожди. Сто двадцать три прыжка с марашютом. Это, значит, чтоб долго не думать, свой вес написал, так понимаешь? Нет, это я написал количество висяков, которые у тебя в будущем квартале будут. Да, это всё хватит. Дай я тебе сейчас одну покажу. Да. Бомба. Да. Погоди. Сейчас. Стой. Ксения Помазанова? А чё не под своим именем? Макс Стритрейсер. Один из лучших в Москве. О, нормуль. Падай за руль. Чё, куда ехать? Да пофиг, главное километраж накрутить. Саш, мне кажется, это плохая идея. Да отличная идея, не очкуй. Псс. Оль, можно секунду? Макар, отвали. Да я хотел поделиться просто, надо, правда. Слушай, такое дело, у меня, похоже, дар ясновидения открылся. Так, всё, я работаю. Ну, по слову, для таких скептиков, как ты, у меня есть документальное подтверждение. Посмотри. Посмотри. Макаров, слушай, я понимаю, как это выглядит. Да нет, я помню, что, помнишь, я тебе сегодня говорил, что ты в безуспешном, активном, сексуальном поиске. Я тут бабах, и получите, распишитесь. Ясновижу. А, и идти на хрен с кабинета, я понял. Ясновижу. Ох, не выйдет тебе замуж, Ксюша Помазанова. Ты оборзела? Ты где там часа шлялась? Не оборзела, а выполняла личное поручение полковника Соломатина. Давай, пока придумываю свои корявые возмущалки, я в туалет схожу, вернусь, расскажешь. Личное поручение полковника Соломатина, да, выполняла? Ладно. Пайла, тюммя, пи-ча-ча-ча, пайла-ча-ча-ча. Че придумала? Ага. Ну, ты эсмс кинь, а то мне бежать надо. Ширр ждет. Да-да-да. Пайла-ча-ча-ча. Да, Павел Сергеевич, да, мы уже на точке. Ага, хорошо. Хорошо. Отработаем и доложим. Да? Макс, мы ещё по-быстрому узнаем, кто там буянит и вернёмся. Ок? Давай. Слышь, а чего по рации не отбили, что на месте, на хрен два экипажа гонять, а? Согласен. Косяк получается. А ты из какого отделения? Я? А-а-а, с этого? Какого? Сейчас объясню. Э, принцесса! Вас кареты угнали! Ой, и правда. Ну что, зависли? Прыгайте к нам, уйдёт ведь, ну! Ну он уже там три раза был. Да. Да он даже английского не знает. Я, конечно, о вкус, я сойду, гимми, плиз. А-а-а, ты же понимаешь, Ром? У тебя что, когда вода заканчивается, ты из лужи пьёшь? Паша, а почему в жизни у тебя должно быть всё чёрное либо белое? Потому что она, как и я, просто мониторит рынок, а сама ни с кем встречаться не собирается. Ну? Ольга Викторовна, простите, а вы в таком виде куда? За булочкой или мусор вынести? А я, по-твоему, просто могу хорошо выглядеть? Может, я... А что я перед тобой оправдываюсь? Да, я иду на свидание. О-а-а! Зачем тогда этот помпезный вид? Всё равно раздеваться, Оль. Павел Сергеевич, у вас всё? Да. Тогда захлопните пасть. Это было жёстко. Паша, ты дурак. Точнее, утвердительно. Паша, ты дурак. Ром, не пойти ли вам в ***? А точнее, утвердительно. Рома, иди в ***. Уйдёт, давай быстрее, ну! Спокойно. Давай, 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 давай. Обходи, обходи его! А вот! Макс, не дёргайся. Сейчас эти гоблины уедут, я тебя отпущу. Лежать, не двигаться, гнида! Ну, хорай, хорай. Выделение уже, писанёшево. Да, разок можно. Парни, спасибо большое от души. Выручили. Давай Максима домой отправим, а то от него одни проблемы. Фига себе. То есть я ещё и виноват, да? Ладно, Макс, не бузи. Давай, падай за руль. Отвезёшь нас обратно. Дамы, вы кавалера своего забыли. Чё за... Гони, Макс, гони! Бензин закончился. Я надеюсь, вы простите мою вольность. Я заказал вино на свой вкус. Ну, что вы, мне очень импонируют мужчины, которые не боятся принимать решения. Ловлю вас на слове. За знакомство. Ария Толя, он в восторге. Ну, ты мне тогда прайсик на морскую косметику кинь. Слушай, он начальник РУВД, а деньги есть. У тебя вообще все новинки скупать будет. Ага. Давай пока. Чё с тобой? Мамину вазу развила или до туалета не успела? Так это крем реально для Соломатина был. Туркина, ты охренела? То есть, когда Александр Пятатцов умер, ты знаешь? А что, по чужим пакетам лазить нельзя, нет? Не было никакого Александра Пятнадцатого. Чё ты умничаешь? Я говорю, что по чужим пакетам лазить нельзя. Кать. Что? У нас проблема. Знаете, у меня такое чувство, как будто мы с вами знакомы уже тысячу лет. У меня впечатление, что вы читаете мои мысли. Какое очарование, прям плакать хочется. Бармен, 300 грамм водки вот за тот стол. Ксюша, зая, ты скучала по мне, маленькая? Пожалуйста, уйди. Да зачем, пускайся, иди. Смотри какой гуси. Хотя, знаешь, она права. Ты-то давай иди. Иди же, по-хорошему. Ксения, а это кто? Скажи ему, кто я. Это мой бывший. Он не может мне простить, что я его бросила. По-хорошему, иди, пожалуйста. Если бы благом одозировал бы ты отсюда. А то чё? Что ты мне делаешь? Знаешь, кто я? Я мент, милиционер, понимаешь? Он выпил. Вот такая, что я выпью? Я не выпью, я тебя укатаю на всю жизнь, если меня пальцем тронет. Несет чушь, не обращай внимания. Видишь, она тобой уже командует, помыкает. А в чём? Потому что она деспотичная, властная серба. Ага. Гадюка. Покаров. Пошёл луна. Подойди, подойди, подойди. Я ей ещё ничего сказал. Знаешь, она в постели, это вот так. О! Это чё, твоя подружка, что ли? Смотри, бьёт как баба. Надь, а вот это уже серьёзно. Нападение на сотрудника при исполнении. Какое нападение? Откуда я знал, что ты полицейский? Ты чё, тупой, что ли? Я же тебе сказал, я мент. Тронешь, закрою. Блин, чё сказать, а? Сейчас, сейчас. Ну, не знаю, давай скажем, что крем просроченный был, а? Слушай, мне профи, что-то там придумывать будет. Главное, скажи, что я тут не врачу. Нет уж. Так. Где может быть? Где может быть? Везде. Встал. А вы чё здесь делаете? О, Господи. Да ладно, можно проще, товарищ полковник, чем обязан. Да мы это вот зашли узнать, как вам крем. А, ну, по ощущениям, просто потрясающе. Кстати, а как, ну, снаружи? У нас вообще не узнать, совсем другой человек. Ну, слава тебе, Господи. Да, ладно, девочки, вы, наверное, сейчас идите, а то мне ещё нужно к селектору готовиться. Ещё раз спасибо за крем. Слушайте, этот ваш селектор, его никак отменить нельзя? Селектор, это как восход солнца. Что бы ни случилось, он произойдёт. Как вам аллегория? Да, товарищ генерал. Понял, через 20 минут. Вальма. Конечно, я готов. У тебя, если ещё хорошая идея есть, как от бумажной работы убежать, ты предлагай, может быть, за город повезут лес валить. Хоре, а? Ну, если бы они Макса не раскололи, ну, всё ровно бы было. Офига себе. То есть, я ваши жопы спасал, и опять крайний? О! Я вообще-то должен в сухой камере сидеть, а не сыростью заниматься. У меня ревматизм. Всё, закончили. Следующий. Макаров, а как ты в ресторане оказался? Денис, я не понял, а что там с Ольгой по углам зажимаешься? Нет, что началось-то? На задание она выезжала, микрофон не проверял. Допустим. А зачем ты это пьяное кунг-фу устроил? А за что бы ты его оформляла? За плохой тост или потому, что он вино через руку налил? А так он полицейского ударил, ему чирик светит. Сейчас надавим на него немножко, он всё вернёт, ещё и рад будет. Ну, в этом логика и есть. О, это на вашем людоедском, значит, спасибо, что ли? Куда намылились? Павел Сергеевич, а можно мы сегодня пораньше уйдём с работы? Схренали! Давайте мы вам завтра всё объясним, можете придумать нам любое наказание. И как-то я их вообще легко отпустил. Может, я сплю? Ау, ты что делаешь, больно? Ну, а что ты ожидал от деспотичности Ры? От гадюки натуральной? Да, я ещё в постели как-то, да? А так, пойду мне ещё там к селектору готовиться. Чего ты от разговора уходишь, Макаров? Оль, ну всё, ладно, что не скажешь, я пьяный был, пьяный. В смысле пьяный? Ты был трезвый. Если у тебя ко мне какие-то претензии есть, ты скажи в лицо. Ну, давай не будем. А, то есть они есть всё-таки, да? Слушай, мы взрослые люди, давай на чистоту. На чистоту хочешь? Да. Давай. Оль, знаете, почему мы с тобой расстались? Так. Из-за того удивительного превращения. Ты была прекрасная, милая девушка. И тебя назначили начать следствием. В кого ты превратилась? В мужика. Принципиального, сурового мужика. А я, малышка, хоть и прогрессивных взглядов, но против однополых браков. Здоровая реакция взрослого человека. И готовишь, что невкусно. Всё? Справился? Ну. Дальше что будешь делать? Не знаю. Попробуй расколдовать. Макаров! Я твоих девок убью нахрен. Товарищ полковник. Ну. Что с вами? Вы на Луи Амстронга похожи. Если вам губы побольше, не трубу. Я понял. Заткнуться. Извините. ПОЮТ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дениска, криминалист наш Я ему случайно одну фотку лайкнула Он уже себе 50 оттенков серого нафантазировал Придурок Дрыщ эту Он себе в зеркало видел? Пусть это такой же ботаниху найдет Александра А это отличная идея Будет весело Филактика, правонарушение, безнадзорность и срединный совершеннолетник Лекция в школе Вы шутите? Виталий Анеевич, вам рассказать мой сегодняшний рабочий график? Вот сегодня вечером директриса школы придет Я прямиком ее к тебе и отправлю Ты свою рабочую графику расскажешь А сейчас сгинь с глаз долой Он от тебя опять пульс вверх пошел Может на пенсию? Может тебе приеми гришить, а? Да ладно, ладно, что начинается сразу Премиум О, Пашка! Здорово! Как жизнь? Идиотская улыбка, уменьшительный, ласкательный суффикс вымени Заискивающая интонация Чего клянчик собрал? Чего сразу клянчик-то? Ничего Слушай, ну спиннинг Там на сайте спиннинг вытянули Сумасшедшие скидки Один день акции Ну самовывоз А у меня времени нет Выдели одну из своих пиглец, а? Не, не могу Девочки все ангажированы на сегодня Могу скотч предложить Зачем? Харвисе обмотаю, чтобы не треснуло Вот это телка Иди Привет Здорово Ой, Пися Что? У Витальки почти такой же был Мы его Петей звали А у него Пися получалась Ну, в общем, так и прицепилась О, девчонки, смотрите Туркина первый раз в жизни Пися в руках держит Если ты хотела скрыть зависть По хабной шутке То у тебя ничего не получилось Интересно, кто это оставил? Судя по подарку Какой-то дерзкий, амбициозный Восьмиклассник Вообще-то, судя по почерку Это сильный волевой человек У меня спецкурсом графология была Туркина Нашла, наконец, себе напарника С которым у вас одинаковые наполнители говорят Вообще-то, это подарок А, тогда промазал мне вискарь Значит так, дамочки Что это за пародия на уголовные дела, а? Бомж нагадил в лифте Собачка сбежала Лампочку выкрутили в подъезде Вы что, обалдели, что ли? Такими делами даже участковые не занимаются Это не профессионализм Я полностью с тобой согласен Поэтому, барышня Если кто-нибудь из вас еще раз Заведет дело, которое можно решить на месте Сразу отправляется у меня на неделю В город на юге Франции С поэтичным названием Дежурство Это понятно? Туркина Дуй криминалист У тебя там много скучной, рутинной работы Наслаждайся Попова, ты так веселишься Как будто знаешь, что ты сегодня дежурный опер А я что, дежурный опер? Прикинь А что ты не смеешься весело ведь? Верба Вчера в ресторане местные урки залетных прессанули Так что давай, говоря языком, прыгай на провод И по кипишу в кабаке с терпевыми по баклане Давай Хорошо, по Балканью А что нужно сделать? В Балкане есть, Верба Ты будешь в Сербии А это бакланить Это тюремная феня, жаргон Слышала? Ну да, да Ну, пасть порву, моргало выколю О, редиска, сосиска, петух гамбургский Меняем задачу Записывай Я запомню Ну, как скажешь Внимай, Алюра Твоя задача по фене чирикать, как Юрик порядочный Пока шарик блатной за горку не спрятался А то, чую, тебе за казенные филки сказочника подряжать придется Я лучше запишу Давай У меня тебя все утро выглядывают Субтитры создавал DimaTorzok Чего? Доброе утро Доброе утро Мне нужно узнать, кто раньше всех пришел сегодня в отделение А зачем тебе? Хочешь медаль за первое место вручить? Нет, это не для меня Это полковник Соломатин попросил Контроль рабочего времени сотрудников Для статистики Ладно Значит, Родионов 6.30 Родионов, а он женат? Женат И что, теперь ему не ходить на работу? Нет, нет, давай дальше Усов без пяти, семь И... А я Меня забыл, Толян Я специально сегодня пораньше встал, чтобы до пробок проскочить Самый первый приехал Ты, наверное, выходил сегодня куда-то, да? А, да, я за кофе ходил А ты сегодня в оперскую случайно утром не заходил? Заглядывал Так сказать, наладить контакт Но там никого не было Ну, как говорят электрики Есть контакт? Ну и отлично Тогда хорошего дня Он уже хороший Ну, в смысле, и тебе тоже Попова Прикинь, какая ты никчемная Тебя даже от дежурства стране Кто? Я Фиксирую в свою тыковку Значит, поступила информация, что по улице Блюхера, 12 Граждане из бывших советских республик устроили пробник Лас-Вегаса Че? Подпольное казино Твоя задача, выдвинуться в указанном направлении Удостовериться, что там казино Вернуться в отдел и наложить мне Ха-ха, так что, просто сгоняй посмотреть? Павел Сергеевич, да поняла я! Вершинин? Тебе что, башку лифтом зажало? Туркина, где ты, а где Вершинин? Да ладно тебе, просто кому-то нравятся пышные груди, а кому-то пышные полушария Так что завидую молча, как я А, ну да Ну и что собираешься делать? Ну, не знаю, посмотрим, как он себя проявит, а потом уже буду решать Туркин, ты чего? Если бы это Усачий с дежурки был, я бы поняла А это же Вершинин Тут надо действовать Конечно А что мне делать? Может мне самой к нему подойти? Я не знаю Спокойно Я заскочу в следственный и аккуратненько ему твой телефончик подкину А там дело техники А мне-то что делать? Да ты стой, нервничай, получится у меня или нет Ага Че надо? Здорово Вот пришла, удачу испытать Варюк с лотерейками возле метро, счастливо Подожди, подожди Я своя У меня тут Кент целыми днями играет Че за Кент? Такой, это Щупленький Причесанный Малый, что ли? Ага Ну, сходи Спасибо Фига себе у вас тут Ты играть-то будешь? Ну, да Я ж не просто это Я вот тут Погоди, погоди Больше выигрыш Так, что тут у нас? Десять тысяч? Держи, моя золотая Или попробуешь еще больше выиграть В смысле? Больше, чем десять тысяч? Обещаю, в случае Из моего казино Люди на яхтах уплывают Андрюша Принеси наши похитительцы Джекпотов Пива Сейчас будет Сейчас будет У вас так получилось. Написано же, не работает. Да это я сам и повесил. А то до обеда всё равно высасывают, а то хоть до вечера хватает. Только ты никому. Простите, а можно вопрос? Давай, валяй. Казённый сказочник, это кто такой? Неожиданный вопрос. А в каком контексте? Макаров поручила, я не могу разобраться. Не поможете? Заняты у него все. Тоже мне гусь. Так, смотри. Сказочник. Ну, это информатор. Чирикать по фене, это быстро смотаться и забрать спиннинг. Что за прят? Какой ещё спиннинг? Вы уверены, что вы правильно расшифровали? Бред, значит? На, держи, свободно. У меня и без тебя дел полно. Всё. Простите, пожалуйста, я просто ляпнула, не подумав. Так думай, прежде чем ляпать. Всё понятно. Тебе надо быстро смотаться в ТЦ на кошерке и забрать спиннинг. Это важная вещь, да? Поняла. Спасибо большое. С меня причитается. Блин, походу, вся Москва знает, что я 50 косарей подняла. Да я-то проставлюсь, не вопрос. Тебе-то какой кайф. Ты же всё равно на мотоске своём. Как продаёшь? Ты гонишь? Зачем такую пушку продавать? Так, 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 так. А за сколько? Вообще нормас. Слушай, это... А ты можешь пару часиков подождать? Ну, я ещё бабла подниму и заберу его. Ага. Спасибо, добро. Попова! Я не понял, ты погреться зашла, что ли? Нет. Ну? Так что там, казино есть, нет? Задерживать едем? Нет. Чё нет? Казино нет. Задерживать не едем. Мозга нет. Не едем. Там ещё разобраться надо, чтобы одним махом всех накрыть. А чё ты там пришла? Так это... Хотела сказать, что рано, потом подумала, зачем говорить рано, если рано. Так ведь? Ну, так, да. Так я это, пойду? Ну, это иди. Так, а сколько у нас получается всего минимума не изъято? Что? Что, что? Ну, мне показалось, ты что-то спросила. Нет? Так. Ответь мне по количеству изъятых предметов, а не залипай в телефоне. Сама в телефоне я, значит, залипаю. Молодец. Молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Слушай, у меня тут это, у самого сестра рожает, надо помочь А, поздравляю, тогда может быть завтра пораньше увидимся, все доделаем? Точно Ага, пока Ха-ха, вернулась, да? Бессовестная В смысле, а что я сделала? А остальные деньги, кто выигрывать будет? Я что ли? Давай, принцесса, а где присядешь, а? Маша, нам как обычно Блин! Да блин! Да, Лех В смысле клиент есть? Я же сказала, что заберу Просто минуснулась Потерпи до конца дня Спасибо, дружище, давай до вечера Блин, блин, блин А, принесла? Молодец Положи куда-нибудь Сюда положи, нормально? Ты что, обалдел? Я даже не сохранился Ой, извините А что это вы не смеетесь? Это же так смешно Обмануть человека, который вам доверился Потому что ему нужна была помощь А мне тоже была нужна помощь Ну, скидка заканчивалась А мне позалез, надо было этот спиннинг купить А у меня вон дело Ага, конечно, Роман Данилович Спиннинг, это же так важно А то, что меня Макаров распнет Из-за того, что я его задание не сделала Так, ерунда Причем я даже не понимаю Что это за задание Ти-ти-ти, так, ну-ка, стой Стой, так, все, отставить Этого тут не надо мне Ладно, давай, посмотрю Что там у тебя за задание Давай, давай, давай Так Макар, блин Ерунда Он хочет, чтобы ты к вечеру выучила Феню Жаргон тюремный Ты что, не в курсе? Нет Ладно Клюв не вяль Сейчас мы твою делюгу в три скачка распедалим Что? Считай, что это был первый урок Садись, записывай Туркина, ты или рассказывай Или не беси своим довольным видом? Ну что, ничего такого Просто Вершинин описывает Вот на свидание позвал Ого Не ожидал, что он такой борзый Не борзый, а решительный Блин Туркина Ладно, чтобы ты потом не сильно обломалась Признаюсь, короче Медведя подарил на самом деле Не Вершинина, а Дениска И мне А я его тебе и переложила Да что, расслабься Ничего такого Просто прикол Хостис Хонрин Ведя Сининская Чего? Зависть Враг чести Хотя, где ты и где честь Да, непонятно Да ты вместо того, чтобы своими Молдавскими мудростями козырять Лучше бы научилась нормально в людях разбираться Вообще-то это латынь Да мне пофиг Хорошего вечера Туркина Займи денег Тысяч пять есть? Папова, давай потом Я сейчас спешу Я сейчас спешу Спасибо, подруга Спасибо, Куленков По-братски Три Послушайте, я пятнадцать лет Директор школы С таким сталкиваюсь в первый раз Ну неужели так тяжело Сорок минут уделить детям Для воспитательной беседы Наталья Дмитриевна Нет у меня времени для воспитательной беседы Нет Ну давайте я их в обезьянник посажу Они там посидят сутки И на своей шкуре почувствую Что такое закон нарушать Ну я поняла Вам некогда Но вы же не один здесь работаете Выделите мне надежного человека Ладно Выделяю вам сотрудника У него, по крайней мере, есть ребенок И иллюзия, что она ладит с детьми Бугор Дилегу, который ты суетнул Танцевала так, что чуть шарабан не засвистел Но вся цвет замантулила Так что спрашивай, как с понимающей Знакомьтесь, ваш лектор Прошу прощения А что она только что сказала? В двух словах Справилась с заданием Я извиняюсь Это единственный вариант Что значит единственный? Это лучший вариант Самая красноречивая в отделе Рупор бутовской полиции Да? Да Вы знаете, Павел Сергеевич Пожалуй, будет лучше Если я сама эту лекцию прочитаю Да? Ну, простите Я чем мог? Ну, если передумаете Милости прошу Кассу хлеборезку открыла От души верба Базара ноль, Павел Сергеевич Давай, давай, не тупи Крутись Если долго не дает Надо по Макбе купить Да сейчас даст Чую Может, рулетку? Не, не, не варь Я там уже полтос проиграла А если Макаров узнает? Да откуда он узнает? Неплохо внедрил еще А самые уши Только рога и хвост торчат Павел Сергеевич Да я только пришла Александра, извините Что так долго Ваше пиво, пожалуйста Извините Водочку добавляйте, да? Простите Что вы сказали? Я говорю, старая школа Подержите Чтоб тормоза отказывали Алло Ты кто такой, случай? Я гость Работаем Да, Бобова Если с тобой такой одноруким один делаешь Что с тобой две руки сделают Пойдем Стоп, стоп Не останешь О, Сергеевич Мы выиграли Пускай деньги отдадут А потом их упакуем Ты, Бобин, а я пойдем Когда воздухом подышу Так выиграли Выиграли, выиграли Необычную девушку Нужно и встречать Абсолютно Куренков? Ты что, дура что ли? Извини, это рефлекс А ты что здесь делаешь? Я Что ты тут делаешь? Я Слушай, может ты Если так хорошо в роль вживаешься Может быть, мы тебя там в ППС внедрим? Там вообще все под тебя заточено Ноги, чтоб только ходить Башка, чтоб только не думать Синицкая А, что я? Я с вами вообще сегодня даже не пересекалась Ты, может, дослушаешь меня сначала? Домой иди Спасибо Верва А как ты думаешь Сколько мне будет стоить сейчас Диван из Выкина сюда привезти? Клиент твой заходил, хвастался А что это значит? Дежурство? Ты меня от подшефной работы спасла Стало быть, вышла в ноль Свободна Правда? Ага Павел Сергеевич, спасибо большое Саша, пока Пока Да Знаете, что, сильно в минусе? Пятнашка Нормально Спорим на 15 тысяч, что ты за дежурство кулер воды не выпьешь Спорим Ты дурой, что ли, совсем? О, Павел, тебе лечиться надо Посмотри на себя Больная Ты глаза свои видела? Лудоманка Павел, тебе лечиться надо Редактор субтитров А.Семкин Коррedel Субтитры сделал DimaTorzok Ну, если очкарик против, то ты тогда мне тоже два возьми Всем недоброе утро Туркина, ты же у нас самая умная, правильно? Держи, задание со звездочкой Закрыть хвосты для сдачи следственной И что тут сложно? В качестве звездочки у тебя, вон, синицкая Попова Значит, сделаешь Опись партии контрафактного алкоголя Казалось, что здесь сложного, да? Ну да, вроде же легкотня А вот мне интуиция подскажет, что ты накосячишь Ой, здрасте, приехали Павел Сергеевич, извините за опоздание Просто, просто там Виталий Слушай, Верба, ты бы иногда Ну так, ради смеха, что ли, сыну хоть имя меняла Посмотри, в понедельник Мустафа обкакался В среду Людвиг пуговицу в нос засунул А в пятницу Хулио, шторы поджег Смешнее же Смотри, Туркина даже смеется Павел Сергеевич, я... Слушай, все, я не хочу, вот, наслушался На, чтоб ты научилась ценить чужое время Поработай с людьми, у которых каждая секунда на счету С проститутками? Я изящней выразился Ночью в сауне драка была, так что Вы из ничего не там не поделили Ну что, я свою работу сделал Теперь ваша очередь Так, давай мы с тобой сразу договоримся Я все делаю сама, ты сидишь, молчишь и мне не мешаешь Справишься? Такая строгая Вчера с криминалистом тоже такая была? Какая такая? Ничего не было А покраснела так, как будто была Ну давай, рассказывай Да, мам Олесь, ты помнишь Кермана Ивановича? Мы его супругу в прошлом году хранили Ой, да ты что, и он тоже? Господи, царство ему небесное Ой, да типун тебе на язык Он меня сегодня вечером в театр пригласил Надо придумать, с кем Виталика оставить В смысле придумать? Мам, я на работе Олесь, я ради внука стараюсь У ребенка отца нет, так может дед появится? Мальчику-то нужен мужской пример перед глазами? Пример чего? Как с телевизором ругаться? Или может быть, как первую помощь при инсульте оказывать? Неблагодарная Мам, мам Блин, она опять бросила труп Че, новый батя нарисовался? Типа того Теперь нужно звонить в агентство, чтобы Виталику на вечер нюню найти А, давай Пустишь домой, фиг знает кого, она тебе хату обнесет А Виталика цыганам продаст Или может быть, это и есть твой план? Здравия желаю, товарищ полковник Да ты сиди, сиди Сейчас такое скажу, лучше сидеть Я уволен? Как ты догадался Вы вчера с этой шуткой заходили Ты чёрт, а? Ну хоть записывай, кому сказал, кому нет, а? Совсем уж голова Ладно, я, я чего пришёл Надо будет девчонок макаровских на сайте повесить В разделе досуг? Причём здесь досуг? А, в смысле, то, что они Хорошую шутку надо запомнить Нет, нет, анкеты их надо разместить Ну, там, хобби, любимые фильмы Фоточки красивые их приклеишь Новый отдел, новые лица, понимаешь? Вообще, этим веб-дизайнер должен заниматься, а не криминалист Слушай, вообще-то, веб-дизайнеру надо платить А я не этот, не золотая антилопа, чтобы копытом до пофинансирования выстукивать, понял? Ну и потом Ты же мне друг, соратник А главное, подчинённый Давай Ну, если это приказ, то все приказы Макарова отменяются Выполняются ваши Вы же старше по званию, правильно? Вообще-то, я старше по званию И прежде всего, должны выполняться мои Слушай, не умничай, ладно? Короче, я сказал, ты сделал Всё, выполнять Здорово, Лёх, чё, как делище? Ты прикалываешься? Ты же сама громче всех орала, чтоб мы у Владона на днюхе собрались Блин, Ташняк, днюха Совсем из башки вылетела Ты чё, сливаешься? Ваня, вообще, жена обещала кое-что отрезать Тот сорвался Так, Лёх, не пыли, давай, сейчас всё порешаем На связи Слушай, Данила, видимо, она мне чуть спиннинг не сломала Пасудевич, здравия жена Товарищ майор, разрешите, я описью завтра займусь А что такое? Религия не позволяет в среду акцизами заниматься? Да не, у меня это, просто бабуля в Шереметьево прилетает Надо её встретить Бабуля? А, это другое дело Слушай, Роман Данилович, все же пепсы уже привезли шаурму? Да? Мне? А, ну да А, ну всё, Уасик свободен Слушай, значит, давай сейчас номер рейса, имя в отчестве у бабушки Сейчас встретим красиво, смигалка с охраной А, да не, не, не надо Это чё людей напрягать? Я лучше тогда, это, дядю попрошу Зачем дядю? По-моему, одна семья, твоя бабушка, наверное, Роман Даниловичу бабушка Давай, какой аэропорт? Не, не, спасибо, я разберусь Не работать, не врать не умеют У меня половина писать не умеют, и ничего Так вот, говорю тебе Олеся Игоревна, там к вам женщины из секты пришли Из секты? Ага, вежливые такие, из этих, ангелы добра А, это агентство Нянь, спасибо Скажите, чтобы по очереди заходили Понял А проституток из КПЗ когда приводить? Я их сама вызову Ну, в смысле, приглашу По очереди заходите, пожалуйста Да вы не переживайте, со мной не забалуешь У меня рука тяжелая Как дам один раз? Кашу кушать, макароны кушать Плов кушать, самца баран кушать Молодец, все, спи Да не переживайте вы так Дверь на ключ, мультик я ему включу Никуда он не денется Покурить я и на балконе могу А у вас есть балкон? Просто надо не забывать, что ребенок Это такая же личность, как и мы, взрослые О методике я все знаю Зайцевом, Монтессори, Береславский Вы какой придерживаетесь? Да я как бы и то, и то применяю Ну, такой микс из методик получается В общем, вы нам подходите Давайте ваш паспорт, я данные запишу Спасибо Я-ка не понял, а что здесь у нас? А, понятно, беседуете Смотри, симпатичная, непотасканная Недавно что ли работаешь? Почему недавно? Вообще-то у меня приличный стаж Стаж? Километраж Опытная, поаккуратнее с ней А то сейчас начнет тебя на жалость давить Что, приехала поступать, не поступила? Жизнь заставила, бла-бла-бла-бла И не такая, жду трамвая На слезы не ведись, пожестче с ней Да? Это он о чем? Да не обращайте внимания Он у нас этот, родственник одной шишки с главка Вот, ходит, умничает Балбес Привет, можно? Нельзя, но я так понимаю, это был вопрос риторический Слушай, я на самом деле это Извиниться захотела За то, что вас вчера с Туркиной развела А, ты по этому поводу? Честно сказать, я сам тебя искал, хотел поблагодарить Я что это? Ну, что ты вчера вместо себя Туркину прислала Просто я понял, что мне нужна Ну, как сказать Некрасивая обертка, а вкусная начинка, понимаешь? Не совсем Вот я как раз об этом Просто Аня оказалась такой интересной девушкой Начитанная, веселая В общем, полный антипод тебе Чего? Ты даже не представляешь, какую мы с ней ночь провели В общем, я очень сильно не выспался Радую тебя Точнее, за вас Спасибо Алло, Лех, здорово Ну, что ты там всех бандитов переловила? А к нам летишь? Пока просто пролетаю Короче, Лех, тут это Я, походу, сегодня не выездная Ты прикалываешься? Вадон точно обидится Да, блин, не трави душу Знаю, что косяк Капец Стопэ, я, кажется, придумал, как конфетку съесть И на мотороллере покататься Сейчас, подождите, сейчас перезвоню Ну, что там, Рыбаков, живая? Вадон, здорово Нифига себе у вас там собралось Салам, Саня Дорогой, с днюха тебя Расти большой Здоровый, ну и все такое Вообще, спасибо, четко Э, Сань, что, тебя там сильно пасут? Да не, не особо Ну, зашибись тогда, телефон не гаси Будешь с нами тусить А что, у меня Кен в Штатах живет Так я с ним уже и в Л.А. и в Нью-Йорке Вот так побухал, прикинь А что, нормальная тема Ну, как говорится Велком набухач в РВД Бутова Э, ну что, давайте за водой Давай, пацаны Ну что, мисс, ничего не было Берелейку дует в бениске Он по тебе там так сохнет, палить надо Что за бред? Я серьезно, у него там такая сладкая физиономия была Я чуть к полу не прилипла Ну вот А я ничего забавного в этом не вижу Он должен воспринимать меня как специалиста и профессионала А не мечтать о том, как затащить меня Туркина, вот конкретно на твоем месте Я бы даже с такими слабенькими вариантами не разбрасывалась Какую музыку ты предпочтешь? Так, видимо, без серьезного разговора не обойтись Куда летишь? Клиент ждет? Вообще-то да, что-то не так? Да все не так Вроде девка хорошая, могла бы вся работу нормальную найти А что плохого в моей работе? Вообще-то я даю женщинам возможность потратить время на себя А не заниматься повседневной рутиной Привет Ты еще и философию под это подвела? Было несложно А вам с таким примитивным мышлением Не в полиции работать, а дворы мести Хотя что это я дворников обижаю? Подруга, ну стоять! А ты, случайно, в сауне не перегрелась? В таком виде нельзя на улицу, можешь простыть Костырев, отведи-ка барышню в КПЗ, пускай остынет пару часиков Ты что, тебе позволяете? Руки уберите свои, это беспредел, я так не оставлю А что ты хочешь? Полицейское государство Давай, тост! Тост, братцы! Хочу в лице Сани! Саня! Саня! Поднять за друзей, которые в любой ситуации утешены, помогут А если надо, волосы подержат Давайте, братцы, выпить не могу, но мысленно я с вами В смысле не могу? Бухлишка в руке Рот на голове Дай мне подсказать Слышь, подсказчик Бухлишка казенная, его писать надо Сань, вот если бы я делал лопись, у меня вообще бы одна бутылка осталась в лучшем случае Саня, ну днюха же Ну можно, братцы, давай поддержку! Можно! 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 Блин, вы мертвого уговорите Ладно, братцы Так, Денис, давай сразу с тобой договоримся, мы с тобой просто о коллеге То, что было вчера ночью, ничего не значит Так ничего же не было Вот отлично, ничего не было, поэтому ничего себе не фантазируй Понял, не было, не фантазировать Рада, что ты меня услышал Слушай, а насчет моих вопросов ответишь? Ты сейчас серьезно? Ну как бы да, мне вообще это нужно Ладно, записывай Любимый фильм «Форсаж», певица Бузова Хобби — кидать камни в троллейбус Я не шучу «Форсаж», «Бузова», «Камни» Окей, как скажешь? Удачи Алло Ты бы хоть СМС-ку кинула, мам Мне на тебя плевать, выкручивайся сама Я же все-таки жду Мам, ты о чем? Я же нашла няню, она должна была уже приехать Да? Значит, для нее слово «должна», так же, как и для тебя, ничего не значит Мам, я серьезно Значит так, если через час няня не появится, я веду Виталика к Анатолию Ивановичу из пятой квартиры К одноногому? Человек двенадцать лет в тюрьме отсидел Ты думаешь, он два часа с ребенком не посидит? Все, я тебя предупредила Мам, подожди, мам, няня сейчас приедет Мам! А, блин, опять не дослушал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за лыба? Сослала криминалиста во фред-зон? Угу, на пожизненные, без права переписки Блин, я же ему прямым текстом сказала Может, он из этих чем-то строже, тем он больше заводится Ладно Хочет фото? Пусть получает На, любуйся Ммм... Я, конечно, не очень разбираюсь в психологии, но, по-моему, он имел в виду фото эротического характера А, нет, отлично разбираюсь А, нет, отлично разбираюсь Торкино, только не бей его, а то он перевозбудится Торкино, только не бей его, а то он перевозбудится Пиши, ты, скажи, по-первых, е crafting, а перейти на даме в домов Эй, приматы, а что у вас с русским музыком случилось? У меня кровь уже из ушей идет. Ничего. Что ты замерз? Пей. Тебе же после каждого слова надо рот дезинфицировать. Ты откуда нарисовался дяхом? Понятно. Конструктивного диалога не получится. Улики есть. Осталось найти тело и убить его. Толь, и кто от постшафания проплывал? Проплывал барка с пробоины. Затонул в оперской. Понял. А что это тебе Верба названивает? Так это не мой. Это проститутки. Ну, которые задержали. Да? Ага. Интересно. Марин, вы куда пропали? Вас ждут. Ну, вот и дно. Подрабатываем диспетчером у проституток. Алло, кто это? Кто это? Это начальник твоей первой работы. Интересуюсь его. Ты не охренела там, мать? Простите, пожалуйста. Просто вышло небольшое недоразумение. Я не предупредила вас, что… В общем, еще раз извините. Давайте я вам денег на такси дам, и вы быстрее доедете. Виталька вас уже ждет. Скажите, пожалуйста, а вы меня арестуете за оскорбление сотрудника при исполнении? Ты это… Угу. Да бог с вами. Какой она сотрудник? Ага. Идите в задницу. Ха-ха-ха. Четко, емко и по делу. Сразу видно – педагог. Пасадыч! Пасадыч! В нашем РВД произошел ужасный вопиющий случай. Согласно уставу, я должна вас уведомить, что я подверглась харассменту. Тихо, тихо. Ты чего орешь? Ты уверена? Потому что если ты с тобой дежурный не поздоровался, это не харассмент. Уверена! И если вы не примете меры, то я должна буду обратиться в вышестоящие инстанции. Так, давай для начала попробуем старый добрый самосуд. Пойдем. Так, 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 так. Ну что, гражданин Куренков, на вас поступила жалова, гражданке Туркиной. Вот. Довожу до вашего сведения, что во время рабочего процесса я стала невольной жертвой харассмента. Со стороны гражданина Куренкова. Как же так, Дениска не ожидал, что ты малей человеком. Что простите? Что простите, а? Под идиота косит. Смотри-ка, делает вид, что ничего не понимает. Осового небось там что? Штаны спущены под столом, да? Товарищ майор, у вас все нормально? Извращуга, молчи ты, здесь я вопросы задаю. Говори, зачем тебе нужна была ее фотография? Чтобы что, с глиной на нее капать, да? Блин, быстро вы меня раскололи. Конечно. А как вы поняли? Как? Как я понял? Да я сам, я же сам извращенец. Бывает, вижу ее, заходит такая юбка до колен, застебнутая, в очках. Да я закипаю ведь и не могу сдержать. Это еще что? Я вот Елизавета Павловна из бухгалтерии свою фотку прислала. Да это вообще огонь. Да как вы смеете? Я на вас в суд подам. И Соломатину доложу о вашем сексизме. Соломатину? Ну тогда передай, что страница с новыми сотрудницами на сайт готова. Чего? Что с тобой, Дулькина? Бозетка напала? Короче, я вообще отвернулась в этот момент. Этот здоровенный того в грудь толкнул, тот жопой на камне. Тогда Рябой ударил ошота табуреткой. Там с начала вечера антипатия прослеживалась. Антипатия? Ну неприязнь, напряженность. Извините, это Пета себя знать дает. А вы по образованию педагог? Учитель начальных классов. Пять лет поработала, поняла, что не мое. Я не могу сказать, что то, чем я сейчас занимаюсь, мое. Ну тут хотя бы журнал заполнять не надо. Да, а сколько у вас стоит час? Ну, без интима. Поняла, душу излить. Есть у меня один такой чиновник. Двойную плату с него беру, устаешь больше, чем обычно. Да нет, просто посидеть, посмотреть. А, извращуги? Так же двойной тариф. Нет, вы неправильно поняли. За ребенком присмотреть. Ну что ж, будем учить. Не, Саш, не спорь, будем, будем. Так как он включается, так да вот. А? Помогай ручкой. Попова. 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 Ну-ка, подъем. Сиеста окончено. Подъем. Ты что? Я говорю, ты какого тут свою тушку на диване разложила? Рукописи закончила? Да, почти. Там пару бутылок осталось. Отлично. Хорошо. Зато мы с ребятами взяли этих подонков, которые в паленку гнали. А, круто. Ага. Павел Сергеевич, а вы что свет не включаете? Что здесь, прожектора что ли зажечь? Включено все. А что темно? Так хоры дурью маются. Давай, тащи опись сюда, быстро. Потому что надо дела в прокуратуру передавать. Ты представляешь эти подонки, они же в паленку метиловый спирт добавляли. Аааааааааааааа. Что? Твари. Ты что орешь? Твари, скоты. Ты что орешь? Моя Сергеевич. Что? Я ни клина не вижу. Как не видишь? Да я даже и вас не вижу. Ты меня не видишь? Подожди, стой, стой, стой. Как ты... Ты что паленку пробовала что ли? Да, нет. Чуть-чуть. Так, Саша, быстро ложись на пол. Давай. Берись руками за ноги, тяни ноги, а голову вверх. И молись, чтоб хрусталик не выпал. Господи, пожалуйста, я никогда больше не буду пить на работе. Я больше вообще никогда пить не буду. Прощайте, Павел Сергеевич, за мной пришли. Попова, пока ты свою работу не выполнишь, я тебе на том свете достану. Так что в туалет, два пальца в рот и снова в окоп. Здрасте. Здрасте. Меня Олеся на три часа сняла. В смысле наняла. Няня я, в общем. Няня? Абсолютно верно. А, ну хорошо. Я надеюсь, Олеся вас предупредила, что Виталик у нас капризный мальчик. Вы не переживайте. Капризные мальчики, это как раз по моей части. Капризный мальчик, это как раз по моей части. Капризный мальчик, это как раз по моей части. Девчонки, это как раз по моей части. Абсолютно верно. Я не вижу. Девчонки, это как раз по моей части. Понимаешь? Извините. Здрасьте. Скажите, а Макаров уже пришёл? Нет, не пришёл. Но если ты быстро придёшь в кабинет, я не скажу ему, что ты опоздала. Привет. Ой, привет. Ой, извини, Паш, Мак такую историю уже сказал, давно не смеялась так. О, ты по делу или просто позорваться? Да нет, я хотел с тобой там обсудить это дистанционное мошенничество. Ладно, я потом зайду. Паш. У тебя всё в порядке? Да, всё хорошо. Бодро, весело. Чего и вам желаю. О, Пашка, наконец-то. Слушай, помнишь, я тебе в интернете лодку показывал? Ну, такая резиновая, с мотором. Короче, на неё скидка началась. Надо брать. Да. Я всё, что откладывал на лодку, потратил на кофе. Паш, ну ты чё, хорош, ну договаривали же на двоих брать. Чего достал ты меня со своей лодкой, понимаешь? Вот здесь сидишь. Иди купи и утони на ней. А чё ты мозгоклёвый? Резиновый. Ты куда так вырядилась? Личная жизнь, подрастёшь и знаешь. Ой, опять вы. Синицкая, дуй-ка кривше, пускай он тебе подковы сменит. Чего? Переобувайся, мне нужен опера, я акробат на ходулях. А, да это вот не переживайте, колодка вообще удобная, могу хоть целый день ходить. Да? Ну ладно, проверим. Значит, берёшь Попову и совершаете по квартирный обход всех надзорников. Кого? Людей, находящихся под надзором. Сидевшие, сочувствующие, стремящиеся. Собирайте всю инфу, докладывайте мне, ясно? И без геройств. А чё вы на меня смотрите? Хочу убедиться, что информация записалась на твою малогабаритную флешку. Поняла. Так, теперь вы и обе. Ну чё, парная работа одна ошибка, не переделаем дело Чистякова. Девочки, за ваше художество Ольга Викторовна натянула меня на глобус. А я уже не мальчик, у меня, знаете, эластичность не та. А что вы мне высказываете? Объективно, процент недочёта в Олесиных делах намного выше. Если объективно, то у нас в отделе появилась ябеда-беда, таракань и еда. Как сказал бы Виталик. Причём здесь, Виталик, постатистик? Так, стоп! Без меня! Я выхожу, а вы хоть поубивайте друг друга. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Ольга Викторовна, разрешите? Привет, Джилин. Чем обязана? Да не чем, просто схожу по управлению. Людей от работы отвлекаю, мешаю. Как сама-то? Нормально. Спасибо. Спросить хотел, ты случайно Макарова с утра не видела? Видела. Заходила, ну что? Ну и как, пообщались? Нормально, пообщались. Джилин, Калич, что случилось? Так я не в курсе. Хотел спросить, что он с утра как с цепи сорвался. Встретились, сразу нагавкал на меня, потом вон кофе всучил, ну и спрятался у себя в кунуре. Ну, я просто подумал, может ты знаешь, чего его с утра так передёрнуло? Да ладно. Быть не может. Так, ну-ка рассказывай. Чего рассказывать? Да Макаров с утра пришёл, а у меня в вершине сидит. Ну, чего-то смеялись. Приревновал, наверное. Ой, ты чё серьёзно? Макаров и ревность – это вещи несовместимые, как счастье и микрозаймы. Глупости не говори. Глупости, значит? Ну? Жилин, давай поспорим. Я на интерес не спорю. А никто об интересе не говорит. А с таким богатством не жалко расставаться? Уверена, у этого богатства вечером будет пара. Порим. Да, купила, мам. Нет, не забыла. Не обязательно меня во всём контролировать. Вы что, сегодня все сговорились? Ты зануда всю плеш проела, теперь ты. Нет, ты не зануда, я другое имела в виду. Мам, да ты опять меня неправильно поняла. Мама. Да чё, их пороть, что ли? Блин, как мне достало по этим обшаркам. Ну, подъездом, Васеньки. У меня достали твои удобные колодки. Ходишь, как в попу раненая. Уголовный розыск Бутова. Хотим задать пару вопросов. Зайдём? Привет, красотуля. Забегайте, потрящим. Друзья, не удивляйтесь, но это милиция. Такая у нас теперь милиция. Ну, Вить, а ты говорил, стеклянную посуду не надо доставать. Вон, какие гости-то пожаловали, а? Подпухни, юморист. Короче, если хотите продолжить свой бухач, ответите нам на пару вопросов, и мы уходим. Куда вы торопитесь? Давайте, присаживайте, чё, по писяшечке. Мы всё вам расскажем. Кто Кеннеди убил, и куда янтарная комната девалась, куда локтевское чудовище спряталось. А Мишаня вам расскажет, кто группу Дятлова завалил. Да, Мишаня? Слышь, придурок, дернешься и проткнулся. Ну чё, поговорим? Круто мы этих алконавтов нахлобучили, да? Ты, конечно, чётко своими ходулями орудуешь. В клубах и не таких идиотов приходится на место ставить. Прикол. Ладно, про кого там этот чудик рассказывал? Ты вроде записала? Угу. 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 Ча-ча. When we're dancing, I'm feeling misty in your arms. The heat is rising, and I am trapped under your charm. Нас. Ча-ча-ча. Я там еще прикрепила свои рекомендации по дальнейшему расследованию дела. Ну, так, на всякий случай. Где? Где? О, чуть не пропустил. Ну вот, вот, можете когда находите, можете. Хорошо, молодцы. Подождите, а где свидетельские показания, Кудрявцев? Там должны быть. Да, я знаю, что они должны быть здесь. Но их здесь нет, здесь только копия. А где оригинал? Блин, наверное, в кабинете забыли. Забыла. Зря я вас похвалил. Так, барышня, у вас есть час. Если что-нибудь еще забудете, то я забуду гуманность, жалость, женевскую конвенцию. Время пошло. Что сидим? Так надежнее будет. Саня, может, нафиг этого дохлого, а? Макаров уже оказал без самодеятельности. Да ладно тебе, ты что? Мы только уже трех алкашей раскидали, а тут какой-то Леха. Еще и дохлый. Явно дрыщ какой-то. Нифига себе сервис. А у нас еще *** теперь. На скорой, что ли, возят? Быстро вы. Давай, ляльки, заходите. Извините, мы просто дверью ошиблись. Ну, что мы не ошиблись? Уголовный розыск. Еще раз ляльками назовешь? Сам на скорую уедешь. Усек? Здрасте. Ну, если в оперской их нет, значит, я их здесь случайно оставила. Случайно оставила. Оригинал важного документа, да? Если это не рассеянность, то что тогда? Ну, хватит уже. От твоих язвительных комментариев они быстрее не найдутся. Лучше бы помогла. Здесь смотрела? Может, мы еще поищем? У нас целый час еще есть. Олеся, мы везде искали. Все, мы едем к свидетелю и заново его опрашиваем. Но он за городом живет. Мы точно не успеем. Поедем на такси, успеем. Но черт платишь ты. Расплачиваться за твои косяки, в прямом смысле этого слова, я не собираюсь. Тоже у меня высокий тариф. За такие деньги на вертолете можно было долететь. Сводила Виталика в цирк. Ну, расцениваю это как платный урок внимательности и собранности. Промести. Все, что, вспышки на солнце, что ли? Так, а работаешь где? Грузчиком. Продуктовым. Хотелось бы запись трудовой книжки посмотреть. Мне тоже много на что посмотреть хочется. Да, Кисуль? Ща принесу. Верба, час – это когда длинная стрелочка делает полный круг, а коротенько смещается на одно деление. И так было уже два раза. Где дело? Где дело? А, дело… А, дело, оно… Дело, дело тут у нас. Да, у вас. А должно быть у меня. Так вот, если его сейчас же у меня не будет, у вас будут серьезные неприятности. Ты знаешь, что, ты в воду сахар кинь, они вообще вечно стоять будут. Спасибо, так и сделаю. Ага. Ты лайфхак по флористике пришел рассказать? Или чего хотел? Не-не, я порадовать тебя пришел. Дело частяково, безупречно сделано. Вручная работа Туркина с вербой. Заводей старались. Ленточкой забыли перевязать. Ну, чего мы переживем. Паш, ты фильм с Ди Каприо последний видел? Нет, а что такое? Да, слушай, тут такое дело. Вершинин просто пригласил сегодня. Не знаю, идти, не идти. Иди, конечно, ты чего? Ди Каприо? А, Вершинин, да... Спасибо, так и сделаю. Дай сигарету. Так ты же вроде не куришь. Я не спрашиваю, курю я или нет. Дай сигарету. А хочешь, я тебе леща дам, чтоб ты в себя пришел? Чего за истерика, тетя Паша? Да ничего. К Ольга зашел, а она сейчас, значит, нам вершининский веник облагораживает. Стебелючки подрезает. А вечером, значит, они в кинотеатр собрались. Это ж не РОВД, это дом-два какой-то. А я не понимаю, Паш. А ты тут чего психуешь? Смотри, он вроде парень неплохой. Да и она женщина вроде свободная. Данилыч, знаешь, ей-богу, из тебя психолог, как из макаки астрофизик. Мне вообще пофигу. А я вижу, как тебе пофигу. А я знаешь, что вижу? Что ты с своей женой в бабских сериалах пересмотрел. У тебя уж там не мозги, у тебя там суп из мула под хаблучник. Блин. Хорошо, что дело было у тебя так же надежнее, да? И, кстати, с тебя половина денег за такси. Расплачиваться за твои косяки в прямом смысле я не собираюсь. Если бы ты показания не потеряла, мы бы давно его уже сдали. А, то есть это опять Олеся виновата? Я потеряла всего лишь один листочек, а ты целое делала. Так, все, хватит. Оно по-любому где-то здесь, в отделении. Это значит, что нам просто нужно потянуть время. Все. Как? Пойти и вместо дела ему стриптиз показать? Ой, Верба, я тебя умоляю, пожалуйста, на юмор это прям вообще не твое. Так, спокойно. У меня есть план. Вот оригинал показаний свидетеля. Просто за тумбочку завалился. За тумбочку завалился? Удивлен. Прям не ожидал. Я уж думал, грешным делом вы его потеряли, не дай бог. Ну, вы тоже скажете, Павел Сергеевич, мы же с Олесей не настолько безответственны. Да, не настолько. Тут я вас недооценил. Ну что, мы тогда вкладываем показания в дело и отдаем следствию, да? В остальном же все хорошо было? Ну да, с остальным делом все в порядке. Ну, несите тогда Ольге Викторовне. Хотя, стойте. Знаете, девчонки, дайте-ка я еще раз гляну, а то молодой что-нибудь упустил. А что вы там могли упустить? Вы же все очень внимательно посмотрели, тем более мы ничего не переделывали, да, Олесь? Да, да, все как и было, один в один. Да, я понимаю. Ну, лучше перестраховаться. Чего замерли? Или думаете, я как лягушка статичные объекты не замечаю? Дело! Прямо сейчас? Да, мгновенно. Мне в ладошку. Справишься? Ну что, Роман Данилович, не стоит делать хорошую минуту к плохой игре. Да я и не делаю. Поражение надо уметь признавать. С победой. С победой. А это откуда? Это? Ну, так я же не с тобой одной спорил. Нет, в смысле, не на Макарова, а просто совпало. Считай, что я сегодня сорвал джекпот. Поздравляю. Спасибо. Странный какой-то. Не паленый? Короче, Алеша, пока ходи, посись, но имей в виду, ты у нас на карандаше. Если вдруг чего, наручники, обезьянник, все как ты любишь. Слушай, хорошая. Я только откинусь. Живу тихо, мирно. Чего тебе от меня надо? Чтоб ты не расслаблялся. Слышь, Борзая, я тебе сейчас в лоб разочек закатал. Ты знала, как со взрослыми разговаривают. А вы знаете, мы уже, наверное, поедем. Спасибо за вкусный кофе. И ничего, что без сахара, как говорится. Сахар, белая смерть. Эх, малыш, малыш. Вот не туда ты полезла. Бросай ствол. Бросай ствол. Ствол бросай. Да ладно, Олеся, успокойся. Такое ощущение, как будто Макар впервые на нас с тобой срывался. Ну, раньше он матом никогда не орал. Некоторых слов я даже не знала. Что случилось? Да ничего такого, Ольга Викторовна. Макаров наорал. Наорал? Он вас хвалил сегодня? Когда? Ну, когда минут сорок назад дело Чистякова заносил. Ну, вы действительно его очень хорошо оформили? За что наорал-то? Ну, получается, не за что. Злость, видимо, сорвала. Он вообще весь день сегодня на взводе его ППСник случайным турникетом задел, он его чуть не прибил. Интересно. Спасибо, девчонки. Просил без геройства. Вам что, чтобы вы что-нибудь запомнили, надо на лбу написать? Павел Сергеевич, ну нормально же все. Тем более, там ситуация такая была, надо было реагировать. Да духом он ваш мурах. А если что-нибудь случилось, мне что, потом здесь ходи на венки вам собирать? Да ладно, как говорит мой батя, мы тоже воду не носом пьем. Тем более, он один был, а нас двое. О, это меняет дело. Ба, какие люди! Под охраной. Салам пополам, начальник. Привет. Ну что, Алеш, как будем делать-то? Сам все рассказываешь или опять начнем сшарманку? Не знаю, не видел, не помню оно само. Так я тебе могу признанку сейчас большими буквами в пять минут написать. Если эта ципа опять сиськи покажет. Опять? Да, не зря, не зря мы считаемся инновационным РОБД. Это что, получается, применение спецсредств при задержании преступника? Там реально не вариант стрелять было. Я могла в Сашу попасть. Не понял, ты на предохранитель поставь, а то аккуратно сейчас зацепишь кого-нибудь в отделении-то, а? Ты дружош. Данилович, что хотел? Что это за повод у нас? Ну а что тебе, обязательно повод, что ли, нужен? Ну иди тогда, найди повод, потом приходи. Да ладно, я спросил, просто что ты раскудахнулся сразу. Ну а сам-то чего? Давай, наливай. Сейчас нальем. Разрешите? Я живу. Я не понял, что это сейчас было, это уж фокус с исчезновением бутылки не получилось, я видел. Это не фокус, это я выигрыш себе забрала. Правильно, Роман Данилович? А что я, я молчу, забирай. Так стоп-стоп-стоп-стоп, подождите, давайте, когда вы меня просветите, я тоже помолчу. Да, Паш, да ладно, там чепуха. А Оль, иди. Какая чепуха? Два пузыря по пять штук, ушли в зрительный зал, мне давайте колитесь. Да что там скрывать-то? Поспорили мы? Ревнуешь ты меня к Вершинину или нет? Рома говорит нет. Проиграл? Лайт. Стой, 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 не, 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 не. Получается, Роман Данилович выиграл? Да, потому что чувство ревности мне чуждо. А, это поэтому ты сегодня весь день на ОШРВД ставишь, да? Магнитные бури. Нет, все проще, моя дорогая. А что ж так? Все проще, дело в том, что я сегодня проснулся под перфоратор соседский, да, потом попал под камеру, а потом два лучших друга на меня спорили. Да, естественно, у меня немножко день не задался. Значит, тебе на меня плевать. А я этого не говорил, мне не плевать. Значит, я выиграла. Нет, ты не дослушала. Мне не плевать, что твой порушенный одиночеством гормональный фон не дает тебе понять элементарную вещь. Нет, какую же интересно узнать? Ага. Твой х** просто самоутверждается за счет тебя. Да. Как только появятся на горизонте какие-нибудь молодые упругие обстоятельства, все, твоя хрустальная сказка накроется маминым местом. Вот так вот. Спасибо, Павел Сергеевич, за заботу. Спасибо. Ну, а пока на горизонте ничего не замаячило более молодого, упругого, пойду-ка я со спокойной душой, воспользуюсь ситуацией, схожу с ней в кино. Никто же не против? Если барыня хочет пошалить, то кто же здесь ее запретит? Вот и повод. Ты выиграл. Давай, наливай. Да пей ты сам свое п**-пойло. Да пошли вы оба. Знаешь, а я за Ольгу рад. Нет, понятно, конечно, что служба, звание. Ну, она умная, красивая баба. Ну, что, так всю жизнь не будет сеть бумажки перебирать? Ну, дошло, видать, что времечко-то уходит. Вот решила заняться личной жизнью. Да молодец. Паш, хорош, открывай. Ну, что, мир? Я тебя вообще не слышал, мне пиццу привезли. Паш, не понимаю, семейным психологом, что ли, заделался? Ну, все у нас нормально. Че тут, здрасте. Здрасте. Драконит у меня просто, не надо сдачи. Проверяет контакты, как там. Окислились, нет? Ром, пока. Ага, пока. Ну, судя по всему, серьезно там все окислилось. Ну, у нас такое и дело. Пиццу-то возьмите. Съешь сам, дарю. Куда, колб... Да сюда, сейчас. Без запущей нельзя, Паш. Претендинг that you're still around. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. Pretending that you're still around. Still around. Продолжение следует... Продолжение следует...